Вдали от городской суеты жизнь идет своим чередом. Рождаются и подрастают дети, взрослые ходят на работу. Все вместе планируют культурный досуг, получают медицинскую помощь. Качество жизни сельских жителей пристальному вниманию подвергается ежемесячно. В рамках дня сельсовета представители законодательной и исполнительной власти, руководители структурных подразделений райисполкома посещают объекты на районе. Наша задача посмотреть, как живет сельское население, какие возникают вопросы сельского населения. В целом, это такая положительная система работы, чтобы улучшить жизнь сельского населения. Мы не хотим, чтобы сельское население где-то что-то, в чем-то себя чувствовало таким ущемленным. Поэтому каждый объект доводится до должного уровня. Мы обращаем не только благосостояние территории или объекта. Мы глубже идем, что сегодня беспокоит население. Где-то нужно добавить дополнительные рейсы автобуса, где-то он не нужен, может, возможно, там. Где-то нужно увеличить объем того оборота магазина. В октябре гостей принимали в Криничанском сельсовете. Хлеб солят гостеприимных хозяев, вручили в матрунках. А дальше пешая экскурсия по Творичевке. Вниманию похвалы по праву заслужила местная альмаматор, детский сад, базовая школа. Это учебное заведение начали строить еще в конце прошлого века. А несколько лет назад оно буквально возродилось, благодаря госпрограмме. Для 54 воспитанников создано максимально комфортное условие. Есть просторные кабинеты и уютные спальни, спортивный зал и стадион. В нашей школе она немногочисленная. На данный момент у ней обучается 18 детей первых и четвертых классов, 18 детей пятых и девятых классов. И 18 детей разновозрастная группа. У нас одна разновозрастная группа. Но для удобства и лучшего образовательного процесса мы делим группу нашу в детском саду на две микроподгруппы. И поэтому нам удается проводить и занятия музыкой, и занятия физической культурой, и еще образовательный процесс. Небольшая библиотека расположена в здании сельского клуба. Каждый из работников настоящий энтузиаст своего дела. В мире высоких технологий, компьютеров и интернета здесь продолжают поддерживать культуру чтения. Свежие газеты и журналы, актуальные книги пользуются спросом. Для тех, кому сложно ходить, организована доставка на дом. Центр торговой жизнетворичевки – большой продовольственный магазин. На площади 82 квадратных метра нашлось место для нескольких прилавков с разными товарными группами. Покупателей радуют не только ассортиментом, но и акционными предложениями. Мы работаем в основном с массовым молочным ползоном по поставке молочной продукции. Значит, у нас на сегодняшний день централизованная доставка по блоку в логистический центр. То есть все товары мы завозим по логистике. Кроме того, с учетом того, что мы оптовую специализацию имеем, значит, ряд предприятий, валообразующих, мы работаем по прямым поставкам и доставлением скидки, что, соответственно, можем, значит, ценовую политику регулировать. Всего в Креничанском сельсовете есть семь стационарных магазинов и два работают сезонно. С 1 октября в некоторые населенные пункты по графику приезжают автолавка. В целом участники мероприятия обсудили десятки насущных вопросов – от организации выездов, парикмахеров до благоустройства территории. По итогам проведения дня сельсовета ряд руководителей получили различного рода поручения. Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов, Телеканал Мозырь.